Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню, моемся. И не только. Ирония судьбы – фильм, который традиционно показывают под Новый год, где главные герои то и дело выпивают. Вы когда-нибудь видели, что вот пришел Новый год, а люди трезвые? Ну, человек так 100-150, компания, и никто не выпивает? Нет. И навряд ли есть такие, потому что человек с рождения видит, что пришел Новый год, пить надо. Пить надо по-любому. Хочешь, не хочешь, умеешь, не умеешь. Скачок идет, ну, в разы. В разные годы по-разному. Ну, в 2-3 раза однозначно идет обращение, допустим, в специализированные медицинские центры. Несколько недель до Нового года и специалисты краевого наркодиспансера готовятся принимать все больше пациентов. Скажем так, сезонное обострение, особенно если привычка уже пагубная. По данным Краевого Минздрава, в зоне алкогольной опасности люди в возрасте от 20 до 60 лет. Причем большая часть злоупотребляющих старше 40 лет. Женщин, которые прикладываются к алкоголю, 20%. Но с каждым годом их число растет. Первый год это было по праздникам, там в компанию, там какие-то моменты приятные. Второй год, значит, я уже позволяла себе однозначно похмелиться с утра, прийти на работу, значит, в обед обязательно. Вот. А третий год я уже и вечером, и утром, и в обед, и, как вроде бы никто не видит, для смелости, там, для чего-то еще. То есть причины все находила. Ирина не пьет 8 лет, но общество анонимных алкоголиков посещает каждую неделю. Это ее вторая семья, где каждому дают силы не вернуться к привычке. А кто-то ищет поддержку в зоне комфорта. На популярном сайте объявлений можно найти собутыльника на час. Таких вариантов больше 50. И часто эти люди вовсе не пьют за компанию. Они нужны по другой причине. Поэтому всем, кто замечает за собой или своими родными пристрастия к алкоголю, специалисты советуют обратиться к психологам. Причина кроется в том, что человек не знает предмета своей борьбы. Как только мы это изучаем, предмет изучаем, мы перестаем бороться. Мы начинаем приобретать новые качества и новые навыки, которые приводят к тому, что борьба не нужна. А с кем бороться? С собой? Это бессмысленно. Это бессмысленно. С собой нужно познакомиться, с собой нужно подружиться, с собой нужно научиться взаимодействовать. Человек себе не враг. По данным краевого наркодиспансера, сейчас в Алтайском крае больше 23 тысяч человек хронические алкоголики. Около 4 тысяч из них жители краевой столицы. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.